Ну, во-первых, тональность, я прошу не обижаться, тональность мне не понравилась. Почему нужно относиться к другой стране? К любой. Я не патриот Бахрейна, но к любой другой стране, как таковой, что это дикая бедуинская страна. Можно к поведению относиться, можно относиться, для этого не должна быть бедуинская, может быть, цивилизованная европейская страна, кстати, Германия, где вы живете, ну, вы подписали, что вы живете в Германии. Германия, она не дикая и не бедуинская, однако ее поведение в середине 20 века выводит ее за рамки вообще цивилизации. То есть, просто говорить не о чем. Нельзя даже подобрать правильного слова. Это пример просто, такой интересный пример. И размеры не имеют значения. Германия была большой страной и есть большая страна. Бахрейн небольшая страна, как вы написали в вопросе вашем. Но это не имеет значения. В Ахрине живут полтора миллиона человек. Половина местные арабы и половина приезжие, которые там работают и прочее. Сама страна вообще странная. Это острова, просто острова в Персидском заливе, граничат с Саудовской Аравией. Три острова, небольших там километры на километры и еще штук сорок маленьких островов. Интересная страна, необычная. Дикое, не дикое, это не имеет значения. А что имеет значение? Что за последние 50 лет они смогли взяться за дело. Конечно, использовали огромные резервуары нефти, которые там открыли. Построили инфраструктуру совершенно современную. Уж запасов нефти у них уже даже не так много. Но они все могли построить. Построили учебные заведения. Построили современную страну. Я понимаю, что никто особенно не знает это. Я тоже небольшой специалист по Бахрейну. Но это легко посмотреть. Во всех справочниках, где угодно. Что страна необычная. Я хочу обратить внимание, что, например, ее финансы на душу населения. 19 место в мире. Я подчеркиваю, 19 место в мире. Это весьма почетное место. Там продвинутые технологии. Она названа центром туризма. И центром вообще культурной деятельности всего этого региона. Большого. Так что есть польза в том, что у нас будут такие отношения с такой необычной и интересной страной. Есть вторая причина. Почему это хорошо. Тоже не все обращают внимание. А именно, там в основном живут шииты. Мы знаем, что арабы делятся на две категории. Даже не арабы, а вообще ислам. На шиитский вариант, на суницкий. Суницкий это 80%, а шииты округленно 20%. Главная головная боль и проблема с шиитами это Иран. Там шиитский вариант ислама. И тут Бахрейн тоже шиитский. В основном там шииты. Получается, для Израиля это некоторая платформа, это некоторая возможность общения с шиитской страной. Это очень важно. Это очень важно. Причем такой, где религия имеет значение. Есть еще шиитские страны, с которыми у Израиля и сегодня дипломатические отношения не арабские. Но они не горят этим. Эти шииты горят. Поэтому очень важно, чтобы у Израиля было такое партнерство, мирное отношение, обмен людьми, совместные проекты, как значения гражданские, так и военные проекты. И все это в стратегически важном месте. Соединенные Штаты там держат огромную военно-морскую базу. И все это не случайно. И условно для Израиля это очень и очень важно. И еще момент третий. Что Бахрейн выделен во всех мировых справочниках как самая быстро развивающаяся страна всего региона. Это же не просто так. Подумайте. Самая быстро развивающаяся. И так далее, и так далее. И наконец последнее. Небольшой секрет. Мы все знаем это. Арабы в принципе это нетерпимый народ. Нетолерантный. Вспыльчивый. Мстительный. Хитрый. И каждый раз есть исключения отдельные люди. Все это так. И у них есть свои плюсы конечно и свои минусы как у всех народов. Мы не осуждаем народы. Я просто сказал в самом начале мне не понравилось, что вы написали как-то презрительно. Это не хорошо, это неправильный подход. Нельзя презирать ни один народ. Так вот эти бедуинцы, объединенные как Бахрейн, у них как раз толерантность. То есть они не такие, как большинство арабов. Они терпимо относятся к другим, внимательны, учатся. Имея, я говорю, вот эти жалкие, действительно какие-то жалкие островки. Это все, что у них есть. То есть на ней выстрелили на всем этом фотографии их столицы, в которой мало людей живут. Потому что там 200-300 тысяч человек. Фотографии как центр Нью-Йорка с этими богатыми небоскребами. Все это не сделали. Так это надо относиться с уважением к этому. На перспективу. Это очень хорошая перспектива. Теперь, когда этот ответ мой записывается и прочее, я еще не знаю, что будет. Это пока только предварительные соглашения. Во что выльется, как это произойдет, какие интересы будут у Бахрейна. У Израиля хорошие всегда интересы. Нам ничего не нужно, как нормальное отношение с другими странами. С самого первого дня существования Израиля. И поэтому называется теперь вот эта весь потрясающая серия соглашений с арабскими странами, вот эти объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман будет, наверное. Называется не мирный договор, а договор о нормализации. Это то, что мы хотим. Нормальные, хорошие отношения. Бахрейн – это удача, это большая удача и это хорошо. Все доброго, до свидания.